Заманчивая высота, о чем поют горы фрирайдером. Автор Елена Синякович. Глеб Бенциовский, возглавляющий Белорусскую Федерацию скейтбординга, 40 дней провел на склонах Кавказских гор, а по возвращении рассказал 24Health.by о катании на диких трассах, музыке, гор и поделился альпинистскими байками. Со сноубордом Глеб познакомился зимой 1999 года на севере России. Первая доска досталась ему от девушки, которая завезла сноуборды в те края, чтобы заниматься их прокатом, но не нашла ни одного сноубордиста. Как уже состоявшийся скейтер, Глеб начал искать информацию о катании по снегу в своем архиве журналов о скейтбординге. В итоге в первый же сезон прыгал с трамплинов и ездил по перилам. Минувший сезон стал для него 19-м и был посвящен катанию вне трасс, то есть фрирайду. Одно из интересных его проявлений – бэк-кантри фрирайд, когда ты поднимаешься в гору не с помощью какого-то транспорта, а пешком. Восхождение в зависимости от степени сложности включает в себя элементы скалолазания, альпинизма, горного похода. Бэк-кантри можно назвать сноубордингом с элементами альпинизма. Чтобы им заниматься, нужно иметь базовые навыки хождения по снежному, ледовому покрову, знать, как ходить в связке, как использовать кошки и снегоступы. Помимо опыта и навыков катания, всем важно выбрать хорошего проводника из местных. Он лучше знает особенности рельефа, погоды. Кстати, в Европе катание вне горнолыжных курортов запрещено, нарушителей строго наказывают. Так что Кавказ – отличное место для фанатов фрирайда. Тур такого масштаба, географии и продолжительности стал первым не только для Глеба и его напарника Александра, но и для всего белорусского сноубординга. Как правило, люди едут в горы на неделю, максимум на две. А мы объединили три страны и пять регионов катания. До этого я организовывал сноуборд-лагеря на Урале за Полярным кругом, объехал весь Кавказ. Но все это было точечно, поясняет собеседник. В тур «Снежная корона Кавказа» они с приятелем отправились в январе-феврале. Это самое холодное время, но и самое снежное. За 40 дней тура Глеб преодолел по земле более 2500 километров, побывав на склонах Армении, Грузии и Кабардино-Балкарии и накатав более 300 километров по снегу. За всю поездку у него было несколько напряженных моментов. После Армении они с напарником отправились в Грузию. Добираться туда пришлось по дороге в горах, вдоль границы с Азербайджаном. Этот участок считается опасным, поскольку со стороны Азербайджана иногда стреляют по проезжающим машинам. А в Кабардино-Балкарии во время восхождения на Эльбрус на 5000 метрах мы проходили длинный участок с огромной ледяной стеной. При этом были в кошках, надетых на ботинки для сноуборда, без ледорубов, лишь с палками для трекинга, пешего туризма. «Остановиться и отдохнуть было нельзя, а подъем сложный. Все это время я разговаривал с Эльбрусом и просил его позволить нам спуститься целыми», – вспоминает Глеб. В Грузии Глеб впервые опробовал хилибординг. Спуск со склона, наверх которого тебя забрасывает вертолет – удовольствие для тех, кто уже обладает достаточными навыками фрирайда и знает английский язык, поскольку инструктаж проводят на нем. На спуск выдвигаются группой под руководством сертифицированных гидов. Каждый получает лавинное снаряжение, рюкзаки с аэрбэгами, которые раскрываются в случае схода лавины и не дают ей поглотить сноубордиста. Также в арсенале бипперы – поисковые маячки на случай, если кого-то из участников засыпало снегом. А еще щуп и лавинная лопата. На гору из вертолета важно правильно выгружаться, чтобы доски не разлетелись и тебя не задело винтом. Мы были в первой подгруппе из трех человек и попали на целину. Спуск происходил в несколько этапов. Первым спускался гид, который прочертил маршрут, проехав потенциально опасные места. За ним остальные. Ощущения невероятные – 6 километров вниз по дикому склону, где никто до тебя не оставлял свой след. «Любой, кто занимается фрирайдом, серьезно должен это попробовать», – убежден Глеб. Автор – Елена Синякович. Легенду про эльбрусскую деву, а также советы для тех, кто идет в горы, можно прочитать в полном тексте статьи на сайте 24health.by.